Лондонский Тауэр, безусловно, входит в список самых известных крепостей в мире, а также является одним из самых посещаемых исторических мест в Великобритании. Он, одновременно, пугает и впечатляет. Также, он входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО как объект особой исторической важности. Немного истории Тауэр был построен в начале XI века Вильгельмом-завоевателем на левом берегу Темзы. Его история весьма необычна и удивительна. За время своего существования Тауэр выполнял различные функции, он был крепостью, королевским дворцом, тюрьмой для высокопоставленных особ, являлся местом экзекуции и пыток, оружейным складом, монетным двором, хранилищем драгоценностей короны, а также зверинцем и обсерваторией. Квадратная каменная крепость, называемая Белая башня, была возведена в качестве оборонительного сооружения, а также центра королевского влияния. Позже было достроено еще несколько башен, пристроек и стены вокруг Белой башни. Первый заключенный появился в крепости в 1190 году. Тауэр видел много казней и смертей. В тюрьме прибывали короли, члены их семей, священники, аристократы и придворные. В 1941 году там был расстрелян немецкий шпион, это было последнее кровавое событие Тауэра. Самым мрачным периодом считается период правления Генриха VIII. Он был очень жестоким и с легкостью расправлялся с неугодными ему людьми, в том числе и со своими женами. В основном казни проходили публично на Тауэрском холме. Отрубленную голову насаживали на колы и оставляли на народное обозрение. Тела закапывали в подвале крепости. Лишь несколько человек казнили в самом замке. С XIII века на территории крепости располагался зверинец, в котором содержали львов, леопардов-слона, белого медведя, медведя-гризли, а также еще несколько видов животных. В 1830 году всех животных отправили в лондонский зоопарк. Сейчас там можно наблюдать скульптуры зверей в натуральную величину, некогда там обитавших. Тауэр сегодня в настоящее время Тауэр является официальной резиденцией королевской семьи, оружейной палатой и музеем сокровищ британской короны. Также, в Тауэре живут знаменитые бефитеры, стражи Тауэра, со своими семьями. Они охраняют Тауэр, проводят экскурсии и охраняют легендарных воронов, проживающих на территории Тауэра. Бефитеры обычно носят сине-красную униформу, но по праздникам они облачаются в знаменитую красную форму. Быть бефитером очень почетно, стать им довольно сложно. Что касается охраняемых воронов, то у британцев существует легенда о том, что если вороны покинут Тауэр, то не станет Британской империей. Поэтому вороны находятся под тщательным присмотром и им подрезают крылья. Особое внимание следует уделить королевской сокровищнице, которую открыли для посещений в VII веке. Среди экспонатов можно увидеть короны правителей с множествами бриллиантов, коронационное кольцо, позолоченные блюда и многое другое. Часть экспонатов до сих пор служит по назначению и временно изымается из коллекции. До крепости можно добраться на метро, ближайшая станция, Тауэр-Хилл, автобусах или на речном трамвае. В летнее время Тауэр открыт для посещений с 9 и до 17,30, в зимний период с 9 до 16,30. В воскресенье и понедельник Тауэр начинает свою работу с 10. Примерно, экскурсия занимает около 3 часов, поэтому время посещения стоит выбирать тщательно, чтобы успеть все посмотреть. На территории можно получить аудиогид, доступный, в том числе, и на русском языке. В заключение, стоит отметить, что лондонский Тауэр – неизменный и самый узнаваемый символ Великобритании, играющий особую роль в истории страны. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.